Хотите быстро нарастить корни у орхидеи с плохими корнями, тогда следуйте моим советам. Орхидеи со слабой корневой системой я оставляю в коржках. Если орхидея совсем лишилась корневой, тогда лучше всего для нее подобрать влагоемкий способ рениматься над водой. Если корней хоть есть часть, тогда лучше способ с субстратом. Качество ренимации напрямую зависит от того выбора субстрата, который вы предпочтете. В моем случае это керамзит, но не как моносубстрат, но не как монокомпонент, а в перемешку с тревесным углем, короса с новой крупной фракцией и фрагментарное добавление небольшого количества амхасфагнума. Сами корни серебристого окраса, что свидетельствует о том, что им пора уже попить, но тем не менее по количеству конденсата мы всегда ориентируемся конечна. А если вы попробуете мой способ, то вам просто не придется стоять над орхидеей. Кстати, эта красотка еще в ближайшее время порадует меня своим цветением. Этот способ наращивания корней основан и строится на повышенной влажности, как внутри коржка, так и снаружи, то есть абсолютная относительная влажность в комнате. Влажность общую мы можем поддерживать благодаря использованию портативного улажнителя воздуха. Но опять-таки это не всем всегда по карману. Влажность внутри коржка мы можем подрегулировать, проконтролировать намного легче. Для этого вполне достаточно оставлять воду на дне. Самое главное следить за границей. Вода должна немножечко стыковаться с кончиком корешка, но при этом полностью не покруженной быть в горшок. Кстати, нужно заранее понимать, что этот способ очень влагоемкий, а поэтому компоненты должны отличаться своей такой средней насыщенностью и гигроскопичностью. Если орхидеи вовсе не пересажены, то возможно вам такой способ или не подойдет, или же подойдет строго индивидуально, необходимо отталкиваться от результатов. Мы орхидеи, которые участвуют в этом эксперименте, в этом способе пересажены домашние. Кстати, этот способ идеально подходит и для здоровых орхидеи и также позволяет им пустить новые цитоносы, потому что метод просушки не всегда всем понятен и ясен. А вот такая система помогает лояльно, щадяще удовлетворять орхидею жидкости, при этом не допуская ее полного высыхания корней. В качестве наглядного примера, вот вам показываю, что это орхидейка реанимашка, но при этом ей ничего не помешало пустить новый цитонос на таком вводном способе реанимации. За такую орхидею не придется вам переживать и беспокоиться, когда ее полить своевременно, потому что уровень конденсата помогает поддерживать влажность внутри корешка в таком самом оптимальном балансе для благоприятного развития микрофлоры. А длина апексов кончиков корешка показатель того, что они сейчас в максимальной скорости своего роста. Это все новые корни, полученные таким путем. И турка, между прочим, держится превосходно. Кстати, эта орхидейка, которая разбудила новый цитонос от шейки, еще может похвастаться двумя ответвлениями, которые она пробудила совершенно на днях. Со своей стороны вы должны точно убедиться в том, что вода, которая там находится длительное продолжительное время снизу, она обладает такими характеристиками, как качественность, мягкость и нейтральность PH баланса. В моем случае настоящим индикатором в этом роли играет именно лимонная кислота или же лимонный сок. 2 грамма лимонной кислоты на литр воды или лимонного сока, 5 грамм, то есть ровно 1 чайная ложка на литр воды помогает смягчить воду и обязательно нейтрализовать PH баланс по щелочности и кислотности, готовя воду в идеальной структуре, в идеальной форме, которая полностью усваивается корнями до остатка. И, как можно заметить, по листовым пластинам не только корнями, но и листьями в том числе. Убедиться в том, какая реакция у вашей орхидеи на лимонную воду, можно, видя по и судя и результатам. У меня это проявляется в частности в случае каким-то пробуждением или корешка, или листика, или листоноса, как в этом случае. Посмотри, какие уже длинные 2 ответвления пробудила моя орхидейка с помощью такого абсолютно простого, доступного, элементарного ухода с добавлением лимонного сока в воду для полива. Бывают результаты и комплексными, лезет и цветонос, и корешок, и новый лист. То есть все в совокупности всех факторов. Частой ошибкой, почему лимонная кислота не производит такого эффекта на ваших орхидеях, может случиться то, что вы отказались полностью от удобрения как такового. На самом деле это не заменяет удобрения, это лишь работает и влияет напрямую на саму воду. Именно поэтому на моем канале собраны видеоролики на разные темы, на тему группы удобрений, стимуляторов, регуляторов, биофунгицидов, а также какого-то витаминного снабжения коктейлей. Потому что все это так или иначе по-разному абсолютно влияет со всех фронтов на ваше растение. Поэтому добавление в воду на дни горшка, в перекиси водорода, йода и борной кислоты тоже произведет очень хороший эффект. Потому что это удобрение, которое усилено еще тем, что работает как антисептик, то есть дезинфицирующее средство воду снизу. Дальше, поскольку это сильно влагоемкий способ наращивания корней, то здесь нужно делать ставку на то, что субстрат, в котором растет ваша орхидея, он не будет таким торфянистым или спрессованным. Поэтому лучше всего ставить орхидею на такие способы и реанимации именно после пересадки. То есть вы должны сначала позаботиться о том, чтобы компоненты субстрата соответствовали таким критериям, как воздуховодопроницаемость, также аэрация, циркуляция воздуха внутри, плюс компоненты должны быть такими вот гикроскопичными, но при этом в меру, чтобы проводимость их была такой, которая оптимальна для наших корней орхидеи, в частности виламена. Очередным очевидным преимуществом данного способа является то, что абсолютно необязательно использовать кашпо или же коршок кашпо. Можно использовать тот объем, ту емкость, в котором растет ваша орхидея, и просто ставить, к примеру, на поддончик, если снизу есть дренажное отверстие. Что касается закрытых систем, то мы также можем добавлять и вставлять там воду по привычной схеме, просто на уровне дренажном. Скорость появления результатов сугубо индивидуальная, то есть все зависит от степени тяжести и болезни, перенесенную орхидею в прошлое. Также не подменивайте понятия. Это способ для того, чтобы нарастить корни, а не вылечить ваше растение. Поэтому, если ваша орхидея сейчас в активной стадии болезни, то есть сейчас у нее продолжается пожелтение листа от основания, то в первую очередь вам необходимо заняться решением проблемы, то есть искоронить проблему, а потом уже бороться с последствием, как отсутствия корней. Если этого не сделать, пропустить этот шаг, закрыть на него глаза, то ваша орхидея будет прогрессировать болезнь даже с какой-то удвоенной силой, потому что влажность, тепло и отсутствие циркуляции воздуха, если вы не будете проводить проветривание, приведет к тому, что болезнь будет дальше усиливаться, динамика ее будет расти, а значит орхидея может лишиться той части корней, которая еще осталась. Поэтому обязательно не забывайте о существовании причинно-следственной связи. Сначала мы искорняем болезнь, боремся с патогеном, исключаем развитие болезни и потом уже занимаемся реанимацией. То есть сначала лечение, потом реанимация, потом реабилитация. Чем быстрее орхидея сможет пройти все эти круги ада, тем быстрее она выпустит новые корни. Поэтому некоторым орхидеям хватает месяца для достижения потрясающего результата. Остальным набирать обороты и восстанавливаться придется дольше. Именно поэтому для реанимации орхидеи я всегда предлагаю настоящий набор питательных элементов, разнообразие питания, комплексный подход. Для того, чтобы каждый элемент таблицы Манделеевы смог повлиять на то, чтобы орхидея смогла восстановиться спустя время. Кстати, если для полива орхидеи вы используете талую или дождевую воду, то в такую воду необходимости добавлять лимонного сока просто нет. Потому что по своей структуре и мягкости, PH, нейтральности, она идеально подходит для полива. Если вы используете водопроводную воду, то лимонный сок добавлять обязательно. Она правда нейтрализует, подготовит PH. Станет неким настоящим кондиционером для воды с мягчителем. В дистиллированную или же прокипяченную воду добавление лимонного сока только улучшит, усилит ее, но при этом, в принципе, как так, он не сделает ее мягче, потому что разве что подкислит и как-то нейтрализует потом почву коршка внутри субстрата. Кстати, если вы добавили в воду, которая находится постоянно на дне кашпо, какой-то из вышеупомянутых перечисленных препаратов, то потом в эту воду спустя время добавлять следующий препарат, мы имеем право только после полной замены свежего нового раствора. По той простой причине, дабы избежать контракта какого-то контрреакции двух между собой препаратов. И заодно такая подмена препаратов даст вам реальную возможность сравнить между собой эффект одного или другого из вышеупомянутых. Кстати, на первых порах, когда вы только начинаете орхидеи готовить к постепенному внедрению этого способа в жизнь, разница будет колоссальной. Поэтому раньше, если вы не пробовали протестировать такой вариант спасения своих орхидей и наращивания корней, вам будет интереснее больше всего. А ваши орхидеи точно оценят. Самое главное придерживаться тех рекомендаций, о которых я сказала, по выбору компонента субстрата, объема коршка, относительной влажности снаружи, потому что при высокой влажности в дождливую пасмурную погоду мы можем даже сливать воду на дренаже, потому что она будет усиливать влажность внутри, поэтому это будет сверхвлажное состояние. Но это скорее исключение, чем правило. Чаще всего преобладает именно сухая погода, особенно в отапливаемое время сейчас, поэтому пользуемся таким способом и наращиваем успешно корешки. Следующее правило касается того, чтобы вода на дне не пропадала. В этом хорошо справляются те препараты, о которых шла речь. Любая свежая регулярная замена воды насыщает корни кислородом, поэтому не пренебрегаем этим правилам. Не даем воде задыхаться и затухать. Больших корешков вашим орхидеям!